МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта восьмилетняя принцесса является единственной девочкой в хоре мальчиков. Участники коллектива «Любомир» – представители самых разных возрастных категорий. Мама Виктории на протяжении шести лет собирает дипломы дочери, водит ее на репетиции и выступления. В два годика она стала петь, причем она еще не разговаривала, но она пела мелодию. У меня старшая дочка готовилась в детском саду, они пели «Катюшу» на 9 мая, и вот Виктория услышала мелодию и очень хорошо стала ее повторять. Вот с этого у нас все началось. Виктория – самая младшая в хоре. Здесь она начала свою карьеру и хочет продолжать выступать в этом коллективе. Тем более репертуар в виде классических русских и зарубежных произведений ее очень устраивает. Очаровательные фронты, очаровательные фронты минувших лет. Роман с Настенькой, посвященный генералам 1812 года. Такие же проникновенные произведения Виктория может исполнять и дома, даже в периоды обострения своей болезни. Я когда болею, мне нельзя на хорике. Если я так распеваюсь, мне даже иногда говорят, Вику, успокойся, не бойся. Но я еще распеваюсь, я даже на уроках бываю, пою. С рождения девочки был поставлен диагноз – повышенная ломкость костей. На протяжении жизни Вика пережила длительные курсы лечения, последний из которых дал хороший результат. До этого на протяжении прошлого учебного года девочка не могла ходить, поскольку предыдущий процесс реабилитации был прерван. Действительно, врачей надо слушать и не надеяться. То есть, если сказали, вот, лечение на 2-3 года, да, значит, через 3 года нужно действительно возвращаться, делать опять осмотры и продолжать лечение. Сейчас Вика продолжает учиться в Центральной школе дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и для часто болеющих детей. А также, особенно в новогодние праздники, практически каждый день выступает в хоре. Ее хорошее самочувствие – результат заботы обычных людей. Спасибо большое всем людям, которые откликаются на такие моменты. Это действительно необходимо, необходимо, потому что в нашем государстве по-другому очень тяжело лечить детей. Очень тяжело. Поэтому все, все желающие и вылечить своего ребенка могут обратиться в Российский фонд помощи и им помогут. После проведенной в июне 2016 года реабилитации в Москве у Вики пропала утомляемость, повысилась активность, и главное, она окрепла. Теперь исполняются ее мечты. Моя мечта была в первых, в прошлый Новый год ходить. Я хотела ходить на новогодние елки. И я смогла ходить. Я отправила письмо Деду Морозу, и он мне помог. У меня еще была мечта, чтобы моя семья была всегда дружной. И я пытаюсь это сделать. И еще после реабилитации я всегда хотела в садике, чтобы я смогла делать колесо, потому что кроме меня никто, все могли делать колесо. Мне было это обидно. Сейчас Виктория может двигаться, как настоящий ребенок. Еще одной ее целью является выход на лед. Однажды Вика каталась на коньках, и теперь имеет возможность повторить это, не опасаясь за здоровье. Среди познания своих возможностей Виктория не отвлекается от образования. У девочки есть график, расписанный в специальном дневнике, с соблюдением режима дня, в который со дня на день войдут регулярные занятия плаванием и физкультурой. Мы занимаемся в музыкальной школе, то есть вот уже ей сейчас 8 лет. Мы занимаемся на отделении виолончели и, соответственно, фортепиано у нас есть. Вот ей нравится заниматься, она идет с удовольствием. Для своих 8 лет Вика здраво рассуждает. Причину этому мамы девочки видят в раннем развитии. Да, есть такой момент, мне очень нравятся книги, но не такие, которые романсы пишут, мне просто детские книги нравятся, я их читаю, я все интересные книги, все дома, и перечитала. Вот сейчас повторно их читаю. Всей семьей Тугарева отправляются в библиотеку, чтобы нашлось, что почитать. Даже маленький брат Виктории сам выбирает для себя книги. Вика у нас выбирает, что ты у нас выбираешь? Что-то, например, про путешествия или люблю рассказы о животных. Возможно, любовь к путешествиям у Виктории воплотится в реальность в ее будущей профессии. Сейчас она мечтает стать актрисой. А, как известно, такие люди не сидят на месте. Я хочу стать актрисой, потому что я очень люблю жжу или играть. Тем более актриса, она может и ближе на себя представлять, и певицей. Я вот иногда, когда все уходит, я иногда представляю, что я, как бы, там, например, пою или играю роль, что я на сцене, типа. Роль лисы, зайчика или игры в домовенка, так говорит сама Вика. А в эти рождественские праздники ей предстоит сыграть роль морфушеньки-душеньки из сказки «Морозка» в настоящем спектакле. Где-то 8 января или 9. На рождественской елке. Но если надо, мы ее тут же повторим и моментально сыграем. Да, морфушенька-душенька. Мама, зачем ты меня в лес позвала и из дома выгнала из пастильки теплой моей? Я домой хочу, давай подарки, я пошла. Это ты к Деду Морозу будешь так обращаться. Да, то есть там такая роль идет. И выходит такая нахальная морфушенька-душенька. И вот это нахальство надо сыграть. Выступление Виктории часто проходит в Рязани в музыкальном колледже, доме офицеров, на других площадках учреждений города. Но ее мечты безграничны. Еще я люблю играть в голос с детьми. Я представляю, что передо мной есть судьи, и я пою за много людей. Что и говорить о других увлечениях Вики. Она любит рисовать, украшать дом, например, к праздникам. Ко всем своим затеям она подходит очень основательно. Всегда знает, какой материал ей нужен для поделок. И иллюстрацию, какой сказки хочет изобразить в рисунке. Она действительно, когда что-то начинает делать, вроде как маленький ребенок, а она уже конкретно говорит, что, когда и как она это все будет делать. Стульчик захотел изрисовать сказками Пушкина. Сказать, что близкие Вики рады ее начинаниям, этого мало, чтобы описать всю гамму их чувств. Двое больше радости, потому что по-другому начинаешь понимать происходящую ситуацию. Потому что понимаешь, что, во-первых, насколько мы счастливы, те люди, которые просто умеют ходить, слышать, видеть. Мы же воспринимаем это как должное, как есть. А когда вот, ну, закрой глаза и сделай. Нет. Или не слыша что-то, как-то пообщайся. Это история о том, как люди, несмотря ни на что, находят в себе силы не только преодолеть трудности, но и добиться максимума результата в жизни. Пусть для кого-то это станет толчком к развитию. И пример Вики и ее семьи станет заразительным. Вы говорили, что с таким генетическим заболеванием можно ли ходить? Все можно. Нет ничего невозможного. Как мне говорила, мама, когда я не могла сделать, например, одну задачу, которую это невозможно решить. Да, бывало такое. А мама меня поддерживала, нет ничего невозможного. Главное иметь желание. Да. И как мы говорим, если ты что-то хочешь, то ты найдешь тысячу возможностей. А если не хочешь, миллион причин. В следующей программе «Человек в городе» мы заглянем в глубины человеческого подсознания. Кирилл Сычев – психотерапевт, единственный в Рязани гипнотерапевт с образованием, полученным за рубежом. О том, что такое гипноз и о его мифах, мы вам и расскажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!